Здравствуйте, это канал Дики Лайф. Меня зовут, соответственно, Виталий Дики. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Сегодня нашим гостем будет болгарский политический эксперт Пламен Пасков. Пламен, добрый день. Приветствую вас и вашу большую тревожную, растущую любознательную аудиторию. Спасибо большое. Рад, что вы в хорошем настроении. У меня темы, в общем-то, достаточно сложные, поэтому хотелось бы получить исчерпывающие ответы. Давайте начнем с основного. Если раньше говорили о том, особенно в украинских медиа, международных, что война может закончиться так же неожиданно, как и началась, но этому могут способствовать разные факторы, то сейчас и внутри страны и, соответственно, на международном уровне говорят о затяжных процессах и даже определяют определенные часовые термины. То есть речь идет о 10-15 годах вот этого ужаса, который мы наблюдаем по сегодняшний день, то есть свяло текущими воспалениями и погашениями этих волн. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, на самом деле, почему об этом стали говорить и насколько это отвечает правде? Знаете, в таких случаях действительно мало того, чтобы приподняться на высоте птичьего полета, чтобы увидеть вещи в масштабе, но обязательно нужно листать учебники истории лет так на 50 на 100 по возможности для того, чтобы увидеть, а было ли что-то подобное и в каких таких обстоятельствах, условиях, то есть какие были причинно-следственные связи, которые что-то вот это подобное там вызвали. Я сейчас, откровенно говоря, не был готов к этому вашему вопросу. У нас разговоры не сценарные, недоговоренные, и это нужно знать и как-то, надеюсь, оценивать нашими зрителями. То есть ответ совершенно спонтанный, соответственно, я могу кое-какими датами, цифрами перепутать, потому что вот мозг такой ненадежный винчестер в этих целях. Но тем не менее, я припоминаю, что когда заканчивалась первая мировая война, когда подписывали все там в Версайе, был там такой маршал Виши, если мне память не изменяет, могу, конечно, путать сейчас именем, который говорил, знаете, ребята, мы сейчас на самом деле не мир подписываем, а перемирие продолжительностью 20 лет, не более, и он ошибся буквально в полтора-два месяца. То есть буквально в тютельку, в тютельку вторая мировая война, которую мы считаем второй мировой, а другие эксперты, которые занимаются этим вопросом профессионально, настаивают на то, что это одна и та же война, одними и теми же целями, одними и теми же субъектами, у которых просто было 20-летнее перемирие на то, чтобы стороны подготовились для того, чтобы возобновить, дубасить друг друга более качественно, масштабные и широко, чем в первый тур вот этой же войны. Такие примеры на самом деле горки ужасные есть в многом. В 2016 году, когда уже, во-первых, Майдан более-менее отшумел, Майдан отшумел, конечно, 19-21 февраля, вернее не отшумело, там развязка была 18-21 февраля 2014 года, потом год много чего, каких, в том числе и военных перемен, 2016 год, вопрос был уже не о Майдане, который был зимой 2013, напротив 2014 года, была уже другая военная повестка, был Девальцев один, было Иловайск, было много чего, и тогда у меня брали интервью, правда, российские каналы, это было Правда.ру, какой-то другой канал, уже не помню какой, и они меня спрашивали, как вы считаете, как будут развиваться дела в Украине, и да, это были как раз каналы, которые делались с теми украинцами, которые остались в Севастополе, соответственно, это был Севастопольский канал, не помню, как его зовут. Я им сказал, знаете, у меня есть большое подозрение на то, что в Украине сейчас уготавливают судьбу Сумали, и ха-ха-хе-хе, как смешно, а что это такое, зачем, ну, короче, отнеслись, скажем так, с дипломатическим недоверием, не так бурно выражая, как я сейчас, естественно, иронизировал, но по глазам и по лицам было достаточно видно, что только из-за хорошего воспитания может быть какое-то уважение, они не высказали, не выразили то, что вот такое мы предположение им вообще-то преподнесли, можно это так сказать. Помимо истории в Сумали, к сожалению, надо обязательно вспомнить историю, которая еще не закончилась в Сирии, в Сирии, которая началась в 2011 год, где там тоже вроде бы какая-то гражданская война, потому что там никакой соседний государство вроде бы не нападало, правда, Израиль лупит абсолютно регулярно, в том числе и столицу совершенно нещадно с такой подавляющей частотой, не только военные объекты, говорят, что все военные, если наша ракета туда попала, считайте, это военный объект, неважно, куда это попало, это так. Там воюют, понимаете, или вернее там участвуют 32 Сирии в попытке решить вопрос этой гражданской войны уже сколько лет, 12 лет, естественно края не видно, более того, страна сильно разделена, не буду описывать как, что, кто там является бенефициаром на левом берегу Эфрата, список бенефициаров очень хорошо известен, охранников, цепных, сторожевых псов, этих же бенефициаров очень хорошо известен, курды, курды, не буду там долго мучить, центр управления всеми этими процессами тоже хорошо известен, это база Ат-Танф, которая особняком таком с большим кругом, там как будто циркулем кто-то это сделал на розовой территории Асада, на границе стыки Сирии и Ирака и Юрдании, как раз там находится вот эта главная американская база, что она там делает, непонятно, кто и когда ее там, можно сказать, аутуризировал там быть, это тоже непонятно. Короче, там происходят очень многие подобные процессы, когда все приходят бороться за все хорошее против всего плохого, правда получают именно то, что они хотят, либо что им сказали брати, то есть прокси война в чистом виде. Естественно, нельзя не вспомнить и про войну Ирана и Ирака и тем более, по-моему, нельзя забывать о конфликте Пакистана с Индией, который длится больше полвека. Все границы или большинство, 80-90% из границей между этими двумя государствами запунктированы на нынешней гугл-картой. Целые два штата, Джаму и Кашмир, они тоже запунктированы, и Пенча в том числе, три почти получили, запунктированы, то есть там, мягко говоря, смешанные претензии на то, кто где как что есть. Мало того, у Индии и граница с Китаем, страны вроде бы в Бриксе нет, граница и с Китаем, цельный, непрерывчатый, сплошная, только в районе Непала и Бутана, все остальное тоже сплошное, то тоже это не просто не уговорено, а там тоже идут постоянные военные сражения, то есть вроде бы и союзники в Бриксе, они воюют там себя на своих границах, у них серьезные территориальные претензии. Даже есть такой штат Ароначал-Парадиш, который внизу справа на границе Индии с Китаем, 33 600 квадратных километров, где и Индия, и Китай друг друга грозят не просто пальчиками, но если они поймают какого-то из этих там, из населения этих штатов с паспортами другого государства, мало не покажется и той другой стороны, поэтому это население, понимаете, оно тоже так живет, причем живет так десятилетиями. То есть что-то подобное ждет и Украину, по вашему мнению? Не ждет, а уже происходит, не ждет, а уже происходит, потому что совершенно очевидно, что везде, знаете ли, одна и та же методика. Методика в том, что государство доводит, во-первых, до полной внешней зависимости, начиная с самого верха, заканчивая по самой не могу, даже перечитать не буду, дабы, ну скажем так, не вызывать какие-то уязвимости для вашей юрисдикции, я не хочу вас подставлять, но все, которые живут в Украине, все, которые выключили телевизоры хотя бы на три дня, а лучше на недельку, они это сами прекрасно понимают, не нужно мне им рассказывать, что они видят, в какой среде они живут и что там происходит, и как сильно расходится то, что телегвещает, показывает и рассказывает о героизме, о драме, о трагизме и так далее, и то, что происходит в бытовых, если ты где-то что-то пошел на какие-то институциональные там услуги, там, ну правила, ну любые, не мне рассказывать. Я от украинцев, коих, знаете, вчера посмотрел на статистику в Болгарии, я был удивлен. Долгое время у нас бытовала статистика, что у нас 72 тысячи украинских беженцев. Вчера Евростат выплюнул совершенно другую цифру. Мы вместе с Польшей чемпионы по количеству 160 тысяч 190. Вот видите, циферку запомню. Это согласно Евростат. Где они в Болгарии проживают конкретно, я сейчас это не обсуждал, я просто Евростат сейчас смотрю. И коротко говоря, есть мне у кого спросить. Причем люди, скажем так, с разной свежести информации, что действительно происходит в Украине, именно на бытовом уровне, не на уровне фронта, не на уровне макрополитическом. Естественно, эти люди не владеют такой, скажем так, углубленной или специализированной информацией, а вот на бытовом уровне готовы рассказать и говорить днями, может быть и годами. Так вот, вот это расхождение, когнитивный диссонанс, что нам телек вещает, и что нам телек рассказывает, и то, что на самом деле происходит. И как вы сами знаете, вот этот депутат на Молдивах, вот этот депутат так, вот этот народный избранник, вообще-то слуга народа какой-то, причем слуг народа там достаточно много развелось, особенно после этого сериала и после 2019 года. Вот эти слуги народа, наверное, какому-то другому народу служат, потому что тому народу, который их выбирал, ну что-то случилось, и они не так сильно вообще-то тревожатся, как им служить. Ну, я хочу напомнить, еще, извините, Шарль Деголь говорил, для того, чтобы стать хозяином жизни, нужно какой-то период выдавать из себя слугу народа. Вот такая история. Мудрый, матерый, опытный и, скажем так, с болезненными выводами генерал был, потому что это не просто боевой генерал, это и политически такой пострадавший человек. Но мы помним, чем он закончил, поэтому это для Украины не может быть примером. Я, скорее всего, помню, чем его закончили, потому что это была тоже внешне организованная операция, поэтому примерно то же самое, если не почти то же самое, потому что, знаете, там интересное, практически технологии не меняются. Если вы посмотрите внимательно на плакатики, на лозунги, которые неслись тогда, когда свергали Шарль Дегола, когда придумывали вот эти технологии, так называемые, цветных революций, Джина Шарпа, Эдварда, Лютфака, книги, конечно, Джина Шарпа и Эдварда Лютфака издали 20 лет спустя, но совершенно очевидно, что именно об этом, там был такой лозунг, девочка, ну там студентка, предположительно, или школьница, кидает какой-то там кирпичи, по-французски это означает красота вышла на улицы, то есть красивая, умная, интеллигентная, это не борется с этой омерзительной, черной, мрачной, судомо-гумурианской, непонятно какой-то ужасной мордорской, мордорской, наверное, властью, чем он им не угодил, никто не обсуждает, этим цветные революционеры не занимаются, с них требуется а, скакалка, б, фронта, ц, вот эти лозунги простейшие и молодежь, 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 молодежь там подключается, потому что прогестерон, эстрогент, тестостерон, все эти гормоны и вся эта молодость и молодежный максимализм и экстремизм, он не сильно большие такие вопросы, особенно политические, особенно сложные вопросы, не утруждается, им сказали, ФАС, пожалуйста, идем, тусовка ведь, в конце концов, если хорошо организованы, почему бы и нет, в конце концов... То есть вы хотите сказать, намекаете, что в Украине такое происходило несколько раз? Я, знаете, когда произошло это в Украине 2013-2014 год, у меня вообще-то что-то произошло в мозгах, я сразу увидел те же самые картины только в Болгарии 96-97 год, потому что зимой, тоже зимой, видите, как, зачем менять технологии, то же самое было в Болгарии, та же самая молодежь, свергали того же самого какого-то там социалистического, либо недостаточно демонократического там примера Жана Виденова у нас это был, Жан Виденов его звали, причем тогда, знаете, Болгарию удивительным образом тогда объединились, это потом стало понятно и никто это не отрицал, поэтому я считаю, что я вам правду говорю, объединились, а, ЦОРУС, который обрушил болгарский лев с 32 лева за доллар на 3,5 тысячи лева за доллар за несколько месяцев, вы можете себе, не можете себе представить, это я могу себе представить, потому что... Почему я не могу представить? По советское время я, в общем-то, прожил, соответственно, я помню, как это все происходило в Украине. За несколько месяцев сто с чем-то раз местная валюта обрушилась, значит, можете, значит, можете, вы можете, говорить, а вот молодежь не может, потому что она не знает, что это такое, и как в этом жить и вообще-то работать, она тоже не знает. Параллельно с этим была молодежь, которой заставляли скакать, кто не скачет, то и красный. Это у вас придумали, кто не скачет, то и москаль, а у нас это было, кто не скачет, то и красный. То есть технология одна и та же. Кроме того, удивительно, но будущий, мы тогда еще не знали, что это будущий пример, то есть тогда оппозиционер Иван Костов, те камеры социалистические, которые все еще были монтированы напротив американского посольства, которое в эти времена было в 300 метров. Да, зафиксировали, вы рассказывали, что он в день по нескольких, нескольких раз посещал. И более того, они, понимаете, они честные люди оказались. Они тоже вышли, знаете, та же самая модель, Иван Костов мужчина и там Надежда Михайлова женщина. То есть у вас Юлия Тимошенко и, соответственно, вот эти ребята там, вот эта тройка Тегнебок и Цинюк и Кличко, у нас тоже тройка была. Ну, у них методика одна и та же. Правда, когда они свергли вот это правительство, это было зимой, тоже в феврале, кстати, тоже в феврале наше правительство 97-й год подало поставку, вышел тот же самый Иван Костов и сказал, сейчас я вам скажу, вы победили, мы выиграли. И народ рукоплескал и был счастлив, потому что думал, что ну правда, а он правду сказал. Это вы, народ, или там население, быдло, там революционеры, выиграли. Мы победили, не вы, мы победили. Те, которые сейчас будем править и будем вам устраивать прихватизацию. И вообще-то все остальные другие капиталистические прелести, как устраивать себе жизнь на Малдивах, а вообще-то изображать здесь слух народа и так далее и тому подобное. То есть одно и то же. Мало того, между вашей 2013-й и 2014-й год и нашей 96-й и 2007-й год, ровно, ну не ровно в середине, 2000-й, 2001-й год, то же самое было недалеко от нас в Белграде, в Сербии. Отпор. Тот же самый кулачок, те же самые скакалки, то же самое не буду еще раз рассказывать для того, чтобы каждый придачный не говорить одно и то же. 2011-й год, когда началась Арабская весна, сначала у меня, честно говоря, была каша в голове. Да и честно говоря, я тогда больше, скажем так, своими бизнес-делами занимался, но потом матерые, знакомые люди, с которыми судьба меня свела, которые занимались управлением, наблюдением, отражением и объяснением всеми этими процессами, скажем так, на уровне партизанствующих фронтов администрации президента России. Есть и такие люди, многие, может быть, не поверят, но есть такие достаточно честные, бравые люди, которые неофициально, но зато достоверно рассказывают, как происходит кухня в этих процессах. Ну, не буду перерассказывать, там то же самое, особенно в Египте, особенно в Сирии, особенно в Тунисе, потому что там был ключевой момент. Оно то же самое сейчас, кстати, в прошлом и в этом году пытались сделать с Ираном, достаточно долго колбасили, и примерно подобное, правда, уже с французской изюминкой происходит и в Франции, правда, в режиме постоянной диеты, потому что Францию надо отрубить это право в эту, которую они наложили на Трансатлантическое торговое соглашение. По-моему, мы это обсуждали, дабы это не повторять. Если не обсуждали, тогда стоит это рассказать. Но если с вами уже обсуждали, не буду это повторять. То есть их, когда нужно кого-то выдавить, выкручить руки специфическими политическими болевыми приемами под названием цветные революции и все остальные другие финансовые, экономические инструменты, это делать. Более того, это сделали и в Турции в 2016 год, 13-го напротив, 14-го июля, когда 14-го попытались убить Эрдогана, а 13-го он вышел на улицах Стамбула, и тогда его сторонники, его противники вышли, это были самые настоящие, сильно похожие на, скажем так, майданские баталии по улицам, в рукопашном, конечно, в рукопашную больше. Сейчас, слава богу, без большого количества огнестрел. Огнестрел бы и жертвы были, но, слава богу, немного, особенно в масштабах мегаполиса 27-миллионов, они вышли стенку на стенку, и именно так они выигрывали. То есть... Вы хотите сказать, что эти технологии, которые давно отыграны, проработаны, они были использованы в Украине, но есть одна нестыковочка. Много нестыковочка есть. Да, ну, будем говорить так, что, по моему мнению, одна ключевая, например, чем отличается ситуация в Украине от Болгарии. Вы говорите, что был экономический коллапс, и, соответственно, как бы это дало толчок к волнению. Но два Майдана, четвертый год, это было связано с несправедливым выбором, вы помните. Оранжевая революция. Да, решали вопрос. Да. Оранжевая революция. Значит, тогда как раз экономический уровень в Украине был достаточно высокий. Многие не знают, вот даже те, кто нас смотрит, особенно там представители России и других стран, они думают, что страна Украина бедная сама по себе. Но я хочу вам сказать, что это, честно говоря, далеко неправда. Так вот, ну это определенные комплексы, да, там у людей, которые сформировались благодаря собственным СМИ. А в Украине тогда, когда была оранжевая революция, был достаточно высокий экономический уровень. То есть высокие относительно зарплаты, хорошие пенсии. И люди начали интересоваться, в каких условиях они живут. И, конечно же, вот эти вот моменты несправедливости, они привели к тому, что люди были очень возмущены, отреагировали. При помощи, наверное, манипуляторов, которые как бы реализуют цветные революции. Возможно. Но второй вариант, это когда, в общем-то, 13-14 год. Вы знаете, тогда тоже экономический уровень в Украине очень хорошо подрос. И пенсии были достаточно приличными, около 400 долларов. И, соответственно, зарплаты были больше полторы тысячи долларов. Но это правда, потому что я руководил СМИ крупным. Я помню, как бы у меня в штате, какие были зарплаты и так далее. То есть я наблюдал экономический рост. И вот чем вы можете объяснить, что именно вот эти процессы, вот эти скачки сознания происходили тогда, когда экономическая планка была достаточно на приличном уровне или сдала тенденцию к росту? Большое вам спасибо за этот вопрос. Это очень вкусный, очень умный. Это не комплимент. И надеюсь, что ценители и знатоки из наших зрителей это оценят. Теперь на вопрос. Там два большие фактора влияют. Первый фактор, который сильно похож на наш, то есть я на самом деле немножко вам опонирую, что большие различия. Сейчас я вам скажу, в чем подобие. Не то, что различие, именно подобие. Когда произошло 96, напротив 97 год в Болгарии вот это, как раз тогда запустился процесс массовой приватизации. До этого шло сопротивление и сопротивление, я имею в виду госпредприятий. Соответственно, госпредприятия, хотя и в достаточно невеселом состоянии и положении финансовое, их доводили до этого, конечно, не то, что они были такие. Но, тем не менее, рабочие места сохранялись. Население в Болгарии все еще было, какое было под конец 80-х годов. То есть 9 миллионов, не 5 миллионов, как сейчас. И это население все еще помнило, знало и считало, что государство ему обязаны, либо те, которые выполняют или имитируют суть государства, обязаны им всеми этими социальными пакетами, на которые люди привыкли жить десятилетиями. То есть это момент, когда ты зарезал корову, которая давала тебе молока, и у тебя идет некоторое пиршество после этого, после которого пиршество несколько лет, когда ты все это сожжешь, у тебя нет ни молока, ни брыза, ни сыра, ни масла, ни мяса, ни телятины, ни говярины. И тогда ты уже начинаешь жить в долг. А вот это пиршество, ты не думаешь об этом. У вас процесс спиратизации с 2004 по 2013-2014 год, особенно те крупные, большие, высокотехнологические, высоконаучные, уникальные, это тоже не комплимент, технологии производства, которые были, именно в этот период начали их тоже дербанить. И, соответственно, у вас туша этих предприятий. И, соответственно, даже если хотите скраб железа, то бишь металлолом, даже если на металлолом их, вот, это тоже длинный процесс, который... Простите, извините, пожалуйста, но я хотел уточнить. Дело в том, что вот интересный парадоксальный момент. Как раз я хотел бы вам сказать, что стабильно организовалась, будем говорить так, близкая к власти семья олигархов до окончания правления Кучмы. То есть Кучма папка украинской олигархии. Он этого не скрывал никогда. То есть кучка людей, да, в том числе его зять Пинчук, который до сих пор, я не понимаю, почему трется возле нынешней власти. Здравствует. И его СМИ, да. И его СМИ как раз работают беспрепятственно, учитывая, что у нас приняли закон антиоллигарха. Ну, имеете в виду. И я имею в виду как раз борьбы с этим явлением. Так вот, Кучма практически поставил в этом точку. И когда пришел там, будем говорить так, Ющенко и Янукович, когда они там, в общем-то, друг друга обманывали по счете голосов, уже все давным сформировалось. Простите, что перебил вас, но просто маленькая ремарка. Пожалуйста. Это первый момент, что была тушка. Да, вы правы, что олигархи не сформировались. Но там тоже идет процесс. Но если кто-то управлял кадрами, знает, что новый директор, когда приходит в качестве управленца на новом месте, то момент подбора, обучения, привыкания и перехода с старых рельс на новых – это вопрос кадровый, это вопрос нежелания программой вот так щелчком это сделать, а это обязательно тяжелые процессы. Чем больше механизм, чем больше коллектив, чем сложнее структура, тем медленнее это происходит. То есть видимость вот этих процессов, с которыми в качестве идеи вот этот новый директор либо с заявлениями, с задачами пришел, до появления первых симптомов, что это уже начинает, действительно лед тронулся, это всегда длинный процесс. Это на уровне государства, особенно Украины, которая в 10 раз больше Болгарии, естественно, занимает не меньше, чем несколько раз больше технологического времени. Но я продолжаю считать, что первый главный момент – это именно момент поедания тушки, который хоть с местными спецификами, но дает какое-то ощущение, что вроде бы все ничего. Чисто монетарно, вы правильно сказали про комплексов, чисто монетарно Украина получала меньше денег, то есть я сужу по всем моим коллегам, ветеринарным врачам, потому что мы ходили на общие конгрессы, что в Москве, что в Киеве, что на других местах. Естественно, делились у кого где как, какие и выручки, и вопросы, и успехи, потому что ветеринарный бизнес – это бизнес-услуг. Если бизнес-услуг работает, это означает, что вопросы из кастрюли, из холодильника более-менее решены. Никто не занимается собакокошками, если вопрос к кастрюле и с холодильником не решен, и кастрюли и холодильник всегда выигрывает и перед телевизором, и перед собакокошкой. Соответственно, ветеринарный бизнес в этом плане был неплохим смежным камертоном, которым можно было это определять. Но чисто монетарно украинские коллеги из состояния в Украине, почему я это говорю, потому что четыре раза в году с 2000 по 2013 года я проезжал, колесил, не летал, колесил через Украину, причем по всевозможной транспортной диагонали. Я не повторял почти никогда трассы из Москвы в Болгарию, из Болгарии в Москву, поэтому я, может, это не скромно, но думаю, что колесил, видел Украину намного больше, чем 80% тех, которые родились и умерли в Украине за это время. Просто так жизнь сложилась, поэтому я не скромно это заявляю. Вопрос в другом. Вопрос в том, что за этот период, когда это случается, украинские коллеги зарабатывали меньше в валютном выражении, но по паритету покупательной способности вы совершенно правы, люди жили в достатке, наверное, даже лучше и больше, чем в России, но когда встречаются собственник одной, владелец одной клиники, владелец другой клиники, а у тебя сколько в месяц, ну, украинский, например, говорит, от 7 до 11 тысяч баксов чистого мне остается, а московский говорит, а у меня от 12 до 15, ну, условно, это 2005-2006, там, 3-й, 4-й год, не суть. Правда в том, что тот, который говорит от 7 до 11, тогда в Украине, у него возможности получения количества и качества хорошей жизни и побажей жизни было значительно больше, чем у московского, но цифры-то разные, соответственно, комплексы здесь и формируются. На самом деле, вы правильно задаете вопрос, почему люди, которые живут не хуже, чем когда, именно тогда совершают вот эти революции. А знаете, там тоже есть, тоже историческое интересное исследование, временами короля солнца французы жили значительно хуже, сильно даже хуже, чем временами Людовика XVI, то есть во временами Людовика XIV, ну, солнце ведь, ну, Версайи, ну, и Лиссийские поля, ну, как, ну, куда уж больше, хуже, причем сильно хуже, на бытовом, на уровне еды, если хотите, чем временами Людовика XVI. Тем не менее, революция совершилась не временами Людовика XIV, как раз она тогда совершилась, вот эта фронта, которая даже в романах Александра Дюма 20 лет спустя и еще 10 лет спустя подробно и красочно, может быть, даже слишком чрезмерно, но все-таки хорошо описано, исторически это очень верно, Мазарини там, Ришеле и так далее, Мушкетеры там и прочее, а вот временам Людовика XVI, когда сами французы жили более зажиточными, но вертикаль власти у правящей верхушки был слабее в силу больше всего внешних причин, причем, знаете, это историческая интрига, которая, скорее всего, к сожалению, займет другую передачу, потому что чисто исторически надо как-то ее более подробно разжевать, но очень коротко скажу, как раз между королем солнца Людовика XIV и Луис XVI в Англии серединой правления Людовика XIV в Англии был страшный ужас, страшный ужас означает государство разорено, аристократия истреблена, военное поражение Англии, их бьют и испанцы, и французы, тем более Людовик XIV собирается поженить своего сына на испанскую инфанту, а в переводе это означает практически объединение этих двух империй, испанская и французская, и Англия знает, что она уже приговорена, и все, и конец, и золота нет, и денег нет, и тогда историки рассказывают, что играет, понимаете ли, вот этот английский король, Джейкоб II, могу перепутать, конечно, с лордом Паттерсоном, лорд Паттерсон, я не путаю, это шотландский лорд, играет в шахматы в своем замке королевском, наверное, недалеко от Лондона, либо в самом Лондоне, и жалуется на лорда Паттерсона, смотри, я разорен, вообще-то ужас какой-то, мы с тобой сейчас играем, вот этот замок ружица, у меня даже нет денег его починить, это происходит вторая половина XVII века, лорд Паттерсон шотландский, там немножко конспирология, шотландцы это тамплеры, там припрятали вот это золото, и шотландцы всегда играли роль в правлении английского, британского и великобританского королевства, более значительную, чем Мел Гибсон нам показывал в храброе сердце, это совершенно другая история, но очень занимательно, лорд Паттерсон ему говорит, слушайте, Ваше Величество, а я думаю, у меня есть решение на ваш вопрос, ну какое, ну решение следующее, вы будете, если золота нет, замка надо починить, флот разгромный, флот надо отстроить, а тогда один корабль это ценой нынешнего авианосца, не нынешнего корабля, а нынешнего авианосца, то есть по бюджетам не каждый государство может себе вот боевой корабль, такой галеон или там что-нибудь такое, это авианосец, вы можете сделать следующее, вы можете напечатать бумажные деньги, кстати, первые бумажные деньги в Европе печатала Швеция, но она соблюдала полностью золотой паритет, а лорд Паттерсон предложил королю, и именно поэтому это осталось только в истории, никто не запомнил Швецию, кроме исследователей, аборт лорда Паттерсона и английского короля и 1694 год, когда практически это происходило, создание банка Финкланд, уже в истории вошло, и все знают, что по этим лекалам потом создавали и федеральную резервную систему, типа вроде бы США, и он ему говорит, давайте мы будем печатать банкноты, на которые будет ваш королевский лик, вы же, король, вы же являетесь гарантом, вы же суверен, вы же это самое, сеньор, всех сеньоров, и будем это говорить, что это частичное золотое обеспечение, не полное, частичное, король говорит, слушайте, так это же мошенничество, причем фальшиво, мы из-за этого вешаем, убиваем, режем, насекаем людей, вообще-то, дробим их, вообще-то, палачи кусками их рубят, как это? ваше величество, это ваш лик, это ваши гарантии, никто об этом, как это никто не узнает, а вот так не узнают, потому что туда вы вложите, ваша королевская семья будет пожизненным и наследственным, все это переходит в наследствие, вы будете соучредителем вот этого банка Фингланд, назовем его банка Фингланд, чтобы все думали, что это действительно все Англии, они наши, вот это такая интересная заборушка, и поскольку, кстати, удивительная история, в этот момент король, конечно, согласился, потому что шахмат шахматом, а вот такая история в такой жизненный момент, честно говоря, список с возможными другими вероятностями у него был небольшой, король согласился и тогда они сделали именно банка Фингланд, где, удивительно, они все-таки вложились не золотом, хотя они говорили, что у каждой банкнота там какое-то золото, но по требованию и так далее, история банковской системы, можно сказать, и тогда они в качестве обеспечения, которое должно было изображать золото, взяли деревянные доски, называли их деревянными рейками, на них написали, лорд такой-то дал такое-то количество золота, потом ломали эти доски, так, чтобы и неровные были края, кусок этой доски остается у лорда, другой кусок идет в хранилище подземелья именно под английским парламентом, там был вообще-то склад для этих мирных рек, и вы удивитесь, но эти деревянные мирные рейки ходили в качестве платежного средства до 1826 года почти 200 лет, ну, меньше, чем 200, афера была легализирована и таким образом играла как бы... Мало того, что было легализировано, это так подняло экономику, что они стали производить корабли, они увеличили свою мощь, они стали империей, над которой солнце не заходит. Вы напоминаете или как намекаете, да, на вот этот мыльный пузырь, который мы сейчас в ФРС США наблюдаем, да? Потому что это дитя того же самого, но самое интересное, почему я говорю про Людовика XIV, потому что Людовик XIV, который буквально вот-вот вчера собирался вообще-то продолжать свой род объединением вот этих империй, кто-то, ну, заболел его сын, Филипп, причем в 50 лет вроде бы история говорит о спе, о спе в 50 лет никто не может заболеть и умереть, тем более, потому что он болел в детстве и у него иммунитет, не может быть такого, отравили его, коротко говоря, причем история уже знает, чем его отравили, мало того, что его, сокращая время наших зрителей, отравили все наследники мужского пола Людовика XIV, отравили все внуки мужского пола Людовика XIV, и у него остался только правнук один, за это время Людовик XIV видит страшные вещи, во-первых, у него погибает продолжение рода, продолжение короны, продолжение государства, продолжение империи, у него под боком Англия начинает возрастать, как на дрожжах, и он не может понять, почему, и параллельно с этим процессом английские вообще-то эмиссары постоянно приходят, слушайте, ваше величество, но это наше ноу-хау британское, хотите мы здесь вашу систему налоговую, финансовую, тоже такую вам построим, и у вас будет шикарно, как у нас, хотите? Нет, не хочу, раз не хотите, следующий ваш наследник помрет, они ему это не говорили, но это именно так и получалось, он стал вообще-то убивать поваров, менять службу, все делал, все равно погибал, то есть там, там они работали венецианским, вот таким безощрочным образом, наконец-то, естественно, 84 года, представляете, что такое в поздном средневековье, чтобы мужик вообще-то дожил до 84 года, король, Луи 14-й, а его, видите ли, правнук 8 лет, и ему там регенты, там надо кто-то, чтобы за ним был, и он тогда согласился, как он согласился, потому что, видите, что иначе его тоже грохну, слава богу, Луи 15-й, который приходится правнуком Луи 14-го, не внуком, и не сыном, правнуком ему приходится, приняли вот эту систему, и эта система стала инфильтрироваться в Франции, но не так, как работает в Англии, естественно, наоборот, потому что вот эти английские консультанты Международного валютного фонда нынешнего разлива, Мирового банка нынешнего разлива, и вот эти эффективные манагеры нынешнего разлива, которые нам приходят в качестве консультантов, которые закреплены в качестве консультантов к министерству, к агентству, ко всем остальным, не только у вас в Украине, у нас в Болгарии, и в России, вы не поверите, но это другая, наверное, более грустная, пока безинтересная, но на самом деле очень познавательная история, чтобы было понятно многострадальными украинцами и русским, что это общая бета, и третируют и тех, и других одинаковым образом, правда, делают им какую-то разделительную линию, говорят, а по этой разделительной линии вы должны истреблять друг друга, чем больше, тем лучше. Соответственно, если эти подобия увидеть тогда, когда банков Ингланд стали не просто банком банков, а сделали ту империю, над которой солнце не заходит, естественно, победили Испанскую империю, которая была сильнее больше их, естественно, как мы только что описали, запустили вот этот ключ, хотя жизненный уровень Людовика XVI, еще раз говорю, был лучше у граждан на бытовом уровне, но процесс был организован, запустили, отрубили голову, все, уже републики, никаких больше. То есть вы намекаете, проводя вот эти исторические параллели, о, будем говорить так, мировом правительстве, о том, что они играют в свои игры, и от этого страдают обычные люди, и государства, потому что они преследуют свой абсолютно простой меркантильный интерес. Правильно я вас понимаю? Пока не мировое правительство, пока, скажем так, процентов на 60, на 70, это британская, длинная, специфическая рука. Почему специфическая? Потому что, уж извините, но Виндзорский замок не может ходить в Лондонское сити, где как раз был именно вот этот банк Финкланд, не был, а есть, и где находятся все банковские структуры, учредители, соучредители. Знаете, почему я сказал, 1826 год, до этого они пользовались вот этими платежными средствами? Потому что тогда наступил какой-то момент большого платежа, надо было провести ревизион, то есть снятие остатков, и вообще-то, давайте посмотрим, что там в этом хранилище вообще хранится, и тогда, естественно, произошел пожар, который сжег английского парламента, это как здание, не как население, население, естественно, заблаговременно там не было, и, соответственно, после этого было невозможно провести вот это, и с этого момента... Да, все структуры были скрыты, это правда. Да, и тогда уже стало понятно, что британская королевская фамилия, она королевствует, но не над Лондонском сити, и если британский король или королева хочет попасть на территорию Лондонского сити в качестве именно царствующей особи, она должна выполнить, или он должен выполнить ритуал прийти, получить разрешение от Лорд Мейсити. И этот Лорд Мейсити встречает, правда, ритуально пышно, красиво, с жемчужным мечом встречает, король-королева должна поклониться и поцеловать вот этого жемчужного меча, он специфический из тех времен, и только тогда король-королева на территории своего королевства, ну, этой территории не твоего королевства, ты можешь войти, и эта процедура, ритуал не меняется именно с 1694 конкретного года создания Банка Фингу. Соответственно, если на сегодняшний день это перевести, ну, знаете, полтора месяца назад приходили к президенту Украины достаточно такие масштабные ребята команды BlackRock. Когда они в истории Украины, Советского Союза, России, Болгарии или какой-то другой страны, ничего-то не припоминается, чтобы три такие представителя, ну, Ларри Фингу, естественно, в личной персоне не приходил, ну, масштабные ребята приходили, и они пришли туда. Почему? А потому что, по-моему, приходит уже день икс, когда нужно как-то уже вернуться на стол не переговоров, а разговоров, кто, когда и как это будет уже выплачивать. Они же там бухгалтерскими отчетами занимаются аккуратно, они-то там копейку несколькими частями ловят. Да, кстати, вот интересная история, спасибо, что подвели. BlackRock имеет очень слабую или плохую репутацию, и это правда, но для украинских реалий почему-то украинское руководство очень пафосно преподнесло нам информацию о том, что писало договора и, в общем-то, проконсультировалось относительно возможности работы BlackRock в Украине. В общем, это, как говорят некоторые экономические аналитики, серьезный будет пресс для украинской экономики в первую очередь и вообще для страны как факт. Но это отдельная тема для разговора. Но я хотел бы вернуться к ситуации в Украине и задать вам вот какой вопрос. Значит, в последнее время да практически все время об этом можно услышать и украинских СМИ и западных говорят о том, что война в Украине это следствие серьезных договорников или проблем между Америкой и США. Как только они найдут общий знаменатель войны в Америке и США. Между Америкой и Россией. Ну, между США и Россией. Спасибо за уточнение. Вы абсолютно правы. Спасибо. Так вот, если они договорятся, война прекратится. У меня тогда возникает вопрос. Если какой-то переговорный процесс существует, почему он настолько затянулся, что война в Украине пребывает в своем апофеозе? И что мешает, если верить этой версии, Байдену и Путину закрыть этот гештальт? Я немножко против, вернее, не разделяю мнение, что это договорняк, потому что договариваются те, которые более-менее на равны или, по крайней мере, на одном столе. А когда хозяин договаривается с своим халуем, это не договор, это какое-то там распоряжение. А кто здесь хозяин, кто халуй? Можете сказать? Хазаин, уж извините, это Соединение Государства Америки, а халуй – это вся российская элита, причем институциональная, причем закреплено многими-многими документами, фактами, в том числе и законами, которые приходят прямиком из американского посольства и голосуются в российской Госдуме, зачитывая только заголовок, потому что внизу тело текста достаточно плохо переведено на русском языке и словарет там такой, что не каждый русский, понимая слов, может понять, что за предложение и что за суть. Это не просто внутренние информации депутатами Госдумы, это публичное признание таких же депутатов, у которых больше 28-летний стаж в той же самой российской Госдуме никто не опровергал, никто не отрицал, никто не говорил, это неправда, никто не говорил, это бредятельно, вот как оно есть на самом деле, никто не это не говорил, так вот, тогда возникает действительно вопрос, если Америка помогает России, недопомогая Украине, по-моему, это самое правильное определение, в чем там суть и в чем интерес, а я вижу несколько интересов и, естественно, даю себе отчет о том, что, скорее всего, я не все интересы вижу, потому что мне это не дано, я в эту кухню так интимно, как мне хотелось бы знать, не могу заглянуть, но для меня есть очевидные вещи, именно этими очевидными вещами могу с вами поделиться, во-первых, Америка не заинтересована в том, чтобы Россия была разгромлена военным образом, просто потому, что тогда тот доминатор, который управляет, руководит и заинтересован, скажем так, в тушку Украине, то есть ресурсы Украины, то бишь Великобритании, получит больше, чем Украина, то есть получит намного больше, поэтому нельзя это допускать, во-вторых, у Америки есть и другие планы, правда эти планы совпадают и с британскими, что Россию нельзя разгромить так, чтобы она не смогла повернуть своим оружием против Китая, либо каким-то образом разрушить военное сотрудничество между Россией и Китаем, потому что Аукус это серьезная штука, Аукус это объединение всех англосаксов, там, если прочтете даже в Дорапедио, там описание естественно мутновато, и оно совершенно другое, про каких-то ядерных военных подлодок, которые не Франции будут продавать Австралию, а вот эти, не-не-не, там все по-другому, там Великобритания, Канада, Соединенные Государства Америки, Австралия, Новой Зеландия, это ядро, ну к этому ядру идут Япония, Тайвань, Филиппины, уже подгоняют, Вьетнам, вы не поверите, подгоняют, Микронезия, Палау, Фиджи, все в Тихоокеанских, Гуам, про Гуам, естественно, говорить не стоит, более того, что Индонезия, Попло Новогвинея, все вот эти Тихоокеанские, скажем так, субъекты и объекты подключаются либо к военному сотрудничеству, либо другим образом меняют там политические верхушки последние полгода, я это вижу постоянно, когда сканирую вот эти политические обзоры, и там достаточно, на мой взгляд, очевидна логика этих процессов, так, чтобы осуществить океанскую, не морскую, а океанскую блокаду Китая. Здесь обязательно нужно две минуты объяснить, о чем речь идет. Китай, по логику геополитики, хотя является телурократией, он на самом деле, к сожалению, вынужден действовать как таласукратией, почему? Потому что, хотя он является континентальной силой, условиями специфическими, он вынужден делать как остров, действовать как остров. Почему? Потому что Китай это экспортно-ориентированная экономика, то, что было договорено в 79-й год, когда Китай с Америкой договорились о том, где будет эта мировая фабрика, это историю, которую никто не отменял и которая продолжает работать и по сей день, правда, с некоторыми изменениями, но если Китай не может экспортировать, Китай вернется к состоянию, ну, конца Мао-Дзи-Дуна, в лучшем случае, может быть, сам может быть без хумвейбина. Китай не может себе это позволить. Как Китай может экспортировать свою продукцию? Если смотрим на так называемые шелковые пути, новый великий шелковый путь, все сухоземные, все сухопутные системы, транспортные системы не выдерживают, либо проходят через территории, которые контролируются этими противниками, и в этих территориях эти противники, англосаксы, устраивают достаточно регулярно политические нестабильности, где и как им заблаговолиться. Казахстан, Киргизстан, Средняя Азия, Турция неблагоприятная, в Пакистане там, Афганистан, про Афганистан даже рассказывать не стоит, там все либо под контролем, либо под постоянной политической дестабилизацией, для того, чтобы туда какие-то масштабные транспортные, высокоскоростные, магнитные, быстрые 600 км в час жиде дороги, которые могут транспортировать такие объемы в сторону большого клиента Китая и Европейский Союз, но не получается. Что остается у Китая, отбрасывая абсолютно все дополнительные, очень интересные разговоры в сторону ради экономии времени, у Китая остается только морской путь. Из этих морских путей у него всего два варианта. Первый, это традиционный, а он всегда проходит через Малукский пролив, поэтому там Сингапур, поэтому там зашифрованный, закодированный, вроде бы Сингапур, но это прокси Великобритании, частично Америки, но больше Великобритании, и они контролируют этим входом. Если вы заметите на мировую карту, вы увидите, что на каждый ключевой вход в какие-то большие торговые моря, например, Средиземное море, главное торговое море для всей Европы и даже для Северной Африки, Гибралтар, британская, это самое, вход в Суэцкий канал, формально Египет, но там велись войны, кто его строил, кто его контролирует, понятное дело. Если нужно смотреть на Панамский проволок, он в государстве Панама, который специально вырезали из бывшего государства Гранд-Колумбия, тоже американский. Если смотрим на Босфор и Дарданели, долгое время и османские... То есть вы хотите сказать, что если перекрыть эти все пути или создать какие-то проблемы, в общем-то, Китай будет иметь серьезную как бы дестабилизацию, правильно я понимаю, экономически? Это жизнеугрожающая дестабилизация, конкретно говоря, жизнеугрожающая. И у Китая остается такой экзотический, слишком новый и неотработанный и неспособный принять такие объемы и путь, так называемый северный путь, который зависит от российских ледоколов, которые по пропускной своей способности не могут пропустить те объемы, которые раньше через Мулукский пролив попадали в Индийский океан и с Индийского океана через Баба-Мандепский пролив, о, там в Йемене, о, там в Сукотру, о, там опять Америка, причем и в Джибути, и во всех остальных странах. Тоже нужно контролировать вот этот вход. Абсолютно одна и та же ситуация. То есть у Китая нет других вариантов. А они хотят добить Китая и российским вооружением в том числе. Будут ли это просто военные провокации, которые будут отвлекать китайскую армию, либо будет требование хотя бы частично некоторое вторжение России военной или удары России в Китай, мне это не дано знать. Но и в обоих случаях, и во всех остальных подобных случаях нельзя добивать Россию военным образом так, чтобы она не была в состоянии вот на это. Потому что если ее раздробить, там есть силы, которые, естественно, хотят ее раздробить и смело об этом говорят, но тогда возникает вопрос, а куда поднимать вот эти 32 объекта с тактическим и стратегическим ядерным оружием, кто и как будет этим заниматься, кто это как будет обеспечивать, это ужас, ужас, это усложнение. То есть вот это то, что вы говорите, объясняет достаточно странное поведение. Ну, Америка считает, что она разумно поступает, да, но для украинцев это как бы довольно интересный вопрос. Вот это осторожное поведение, вот то, что картину вы описали, она и объясняет, да, как бы статус Соединенных Штатов по отношению к нашей стране. Я вас правильно понял? Да, плюс там есть определенная экзотика, пусть будет конспирология. Я абсолютно уверен, что у президента Российской Федерации есть некоторые, наверное, достаточно мощные компроматы на администрацию и на персон не просто Байдена, потому что администрация Байдена это та же самая администрация Обамы. Там буквально президент да вице-президент различные. Он был вице-президентом при Обаме, насколько я помню. Да, 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 да. Это одна, как бы, компания. Так что там есть определенные компроматы и постоянно всплывают некоторые пока что горькие, может быть, острые кольки вопросы про Хантера Байдена. Я думаю, что это только некоторые маленькие торчащие уши сущностей над камуфляжной сеткой другой большой сущности, которая есть у российского президента, потому что другого ему предложить нынешней администрации Америки. Если есть, я такое не знаю. Пламин, но я хотел бы с вами в некотором моменте, ну, будем говорить так, мягко говоря, не согласиться. Дело в том, что пока Байден при власти и в силе, да, как бы, ему абсолютно плевать на то, что какой компромат имеет Российская Федерация и вот постсоветская, будем говорить так, вот эта вот система спецслужб. А вот когда он уже отойдет от дел, либо будет бороться за второй этап, за вторую каденцию, за второй срок президентства, вот это для него представляет уже опасность, когда вот это все дерьмо, оно всплывет. Это очевидно. Ну, вот как раз по поведению Америки. Еще у меня один вопросик, это очень важно. Вы очень интересный собеседник. Скажите, пожалуйста, а вот насколько я понимаю, сейчас выросло количество разговоров, в свое время говорил об этом Фукуяма и Киссинджер, Ну, а сейчас активно начали обсуждать о том, что Украина должна пойти на переговоры и даже вступить в НАТО, несмотря на то, что может закрыть глаза на потерю каких-то своих территорий. Это особо звучит из Соединенных Штатов. И, кстати, не идет речь о прияде там антибайденовцев. Там речь как раз идет и о его таких, будем говорить, теневых соратников. Вот как это можно объяснить, по вашему мнению, если они такие борцы за успех Украины? Это чистая замануха. Никто никогда не будет принимать Россию в НАТО, то есть Украину в НАТО, просто потому, что то, что нужно от Украины, то есть воевать с Россией, быть анти-Россией, она выполняет. Если она получит членство в НАТО, это означает, что Украина обязана воевать уже не одна, либо вскроется, ну, скажем так, тоже такой момент, как с этими мерными рейками, которые должны были иметь золотое обеспечение, для того, чтобы это не вскрыть, их сожгли. Ну, 200-летние там дерево, естественно, горит хорошо, наверное, как порох. А здесь, если вот этот пункт 5 НАТО постоянно говорят, вот это абсолютная гарантия, никакая это не гарантия. Я могу многими примерами там и показать, и доказать, и по самому тексту пройтись, для того, чтобы все поняли, что это возможность и разношение, но никак не обязательство подключить все свои военные ресурсы, ничего подобного там нет. Но, тем не менее, многострадальные Украины, скажем так, замучены и эмоционально перегреты сейчас военными действиями, когда скажут, что это гарантии, никто не утруждается уже. Внимательно почитайте, это действительно гарантия. Нас вообще-то примут или нет? Не примут. Не примут просто потому, что можно принимать тогда, когда все НАТО готово воевать вместе с Украиной. А НАТО, я так понимаю, не готово воевать. Категорически. Если Украина появится в НАТО и будет определенный перерыв, как вы говорите, да, передышка, а это не секрет, потому что, может быть, вторая часть войны, через промежуток 10-15 лет, НАТО не хочет на себя брать эту ответственность. Правильно? НАТО – это Соединенные Государства Америки, потому что 73% бюджетов НАТО оплачиваются именно Соединенными Государствами Америки, и НАТО – это прокси-армия Соединенных Государств Америки на территории Европейского континента. И все 18, если уже не 19 верховных главнокомандующих НАТО, сухопутных сил НАТО – это единственные только американские кадровые генералы, ни британские, ни французские, ни немецкие, никакие не другие. НАТО – это достаточно такая, на первый взгляд, вроде бы военный оборонительный союз, правда, в этом военном оборонительном союзе вот часть из этих союзников в войну оккупировали другие свои военные союзники, в буквальном смысле этого слова. В Германии все еще есть и британские, и американские. Американские – 90 с чем-то, британские – 6 или 7, не помню сколько. В военно-оккупационной базе со временем Второй мировой войны никто их не отменял, они такие есть, статус у них именно таков. Военные союзники Британии и Америка оккупировали военного союзника Германии. Ну, военный союз такой. В Болгарии есть то, что за временами всего советского периода никогда не было, советских войск в Болгарии не было. Зато сейчас есть 4 американские военно-оккупационные базы, которые даже аренду не платят, ни копейку, хотя мы вроде бы тоже союзники с Америкой. Наши 4 базы в Америке нет, и даже об этом никто не помышляет. Подобное положение с военными союзниками в НАТО, Греции и Турции, которые постоянно машут крыльями и размениваются артиллерийскими обстрелами, кораблями в том числе, военно-морскими, потому что у них много чего там спорного, и они на грани вообще-то действительно забыть о том, что они должны быть какими-то военными союзниками. Тем не менее, отвечая конкретно уже на ваш вопрос, если вообще произойдет то, что, по-моему, невозможно произойти, ну, всякое может быть, насмотрелись уже на чудеса и побольше, если все-таки каким-то образом под какой-то непонятной мне пока что упаковкой примут Украину в НАТО. Я могу вам сказать, что тогда произойдет, вот если вообще что-то произойдет, тогда они создадут так называемую коалицию желающих, как и сейчас. Польша и Балтийские республики, которые, да, являются членами НАТО, но вне формата НАТО, не вмешивая НАТО в этом, просто по своему собственному желанию. Их прет. Они хотят... Подождите, Пламя, на самом деле, я в Сталтемберг когда-то выступал, буквально год назад, когда был какой-то важный момент, вот именно в переговорном процессе Украины с англосаксами, ну, хорошо, с Великобританией, да, там, и с Польшей. И он сказал, что они на это закрывают глаза. То есть на самом деле даже страны НАТО, которые входят в этот блок, да, они могут между собой тоже создавать какие-то политические союзы с военным привкусом, но основная цель, основная как бы ситуация и смысл этих стран, участие в коллективной безопасности НАТО, на первом месте. То есть он дал понять, что это возможно. Я напомню, Зеленский говорил перед войной, кстати, о том, что может быть создан союз, если мы не приблизимся к НАТО, между Польшей и Великобританией, еще несколькими европейскими странами. Так может, это путь выхода из ситуации? НАТО нам не нужно будет? Ну, это матрешка. НАТО – это многослойный пирог или многослойная матрешка, потому что до того, как случилось то, что мы сейчас обсуждаем, была создана так называемая Высшеградская группа, которая является НАТО внутри НАТО. Некоторые называют ее Высшеградской четверкой. Да, 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 кстати. Классный пример. Спасибо за то, что уточнили. Так что это предусматривалось в рамках инициативы Интермариум, как раз тогда, когда оно переходило в расширенном своем формате под названием Три моря, инициатива Три моря, предусматривалось быть будущим железным военно-ударным кулаком против Большой России, в который они включают, ну, уж извините, и Белоруссию, и Украину, и Россию. Если Украина уже воюет с Россией в силу определенных обстоятельств, которые уже произошли, и нам даже не стоит сейчас это обсуждать, для них это счастье невиданное, и вот эту Высшеградскую группу, плюс вот эти желающие, которые там важны в качестве именно территории, потому что, посмотрите на отселение Литвы, Латвии, Эстонии, ну, уж извините, это, наверное, меньше половины города Киева. Если говорить о Харкове, в лучшем случае это Харков. Но если смотреть на стратегическую значимость с подвозы Балтийской, и так далее, возможности других войск, других военных сооружений, других военных инфраструктур туда создавать, это просто бесценно. Именно поэтому и российские цари, и Сталин, ну, на это обращали достаточно серьезное внимание, и именно поэтому вот эти три ныне республики, тогда это была Истинляндия, которую Петр Первый покупал у шведского короля за сколько там тонн, 300 тонн серебра, по-моему, уже не суть, для них это важно. Это важно не как территория, это важно как геополитика, геополитика, это моря, это проливы, это порты, это морская сила, которая потом должна, скажем так, отражаться в военно-воздушные силы, где применяются те же самые военно-морские приемы, мы говорим военно-воздушный флот, как будто он в воздухе, но на морях, то есть одна и та же концепция, чисто британская, чисто колониальная, чисто экспансионистичная, она применяется ко всем этим болевым точкам, потому что они прекрасно понимают, что не важно откуда этот груз идет, важно какие акупунктурные точки он должен пройти, и эти акупунктурные точки мы должны контролировать, они именно это и делают. Кто контролирует ход в Балтийском море? Дания. Дания это что? Ну, после Великобритании, после того, как Карлмарская уния была разгромлена, это была большая Северная империя, так на минуточку, и это тоже не стоит забывать, что они сделали с Швецией после Первой мировой войны? Раскололи ее на Швецию, на Норвегию, Норвегия была частью Швеции, то есть что они сделали после Третьей мировой войны, так называемой холодной, раскололи Чехословакию, на Чехию, на Словакию, потому что там огромный военно-индустриальный потенциал. Что сделали с Югославией? Ну, потренировались на кошках, что нужно делать с Советским Союзом. Да, это очень интересная тема, кстати, правда, действительно, в этом есть абсолютно рация, но я хотел вам задать вот еще какой вопрос, вот вы говорите относительно исторических параллелей и, соответственно, НАТО, значит, говорили о Германии, говорили о базах НАТО, Германии, я хочу напомнить, что вы считаете, что, в общем-то, априори пока разговаривать перспективы нет относительно того, что Украина приблизится к НАТО и вступит. Я вас правильно понял. Другие же говорят... Они не допустят, они не допустят, потому что это означает принятие ответственности, которую они не хотят принимать. Да, но есть еще такие горячие головы, которые говорят, мол, по уставным документам Северо-Анклинического Альянса, страна, у которой есть конфликты или там какие-то сложности территориальные, не может быть принято в НАТО. Но я хотел бы возразить. Ну вот я, да, у меня три класса церковной школы, образно говоря. Но я знаю, что... Я шучу, конечно. У меня вот есть такая мысль. В 1955 году Германия стала членом НАТО, ну уже после смерти Сталина, и в то время она была разделена на два лагеря. Кроме того, это были территориальные проблемы Германии, да, там ГДР и ФРГ. Но это не помешало этой стороне, я еще могу привести такие примеры, кстати, вступить в НАТО вот в такой сложный период, более того, вопреки уставным документам Североатлантического Альянса. Как вы этот комментируете? Для них эти правила всегда имели, скажем так, совершенно условный характер. Нет ни одного... Кстати, то есть кому лежит душа, да, и кто там вкладывает в какие-то рамки геополитические, того принимают без проблем. А если есть какой-то момент, который отталкивает страну, то придумывают колоссальное количество разных преград и проблем, чтобы это не было реализовано. Именно так. Они, люди, действительно, очень сильно, скажем так, страдают вот этим фанатическим, этим религиозным фанатизмом по поводу легализации законуидности действий и бездействий, если даже хотите. Но это им не помешало нарушить абсолютно все договоры, которые они подписывали с индейскими вождями за всю историю конкисты Соединенного Государства Америки. А это означает, что для них договоры с недолюдьми не считаются. Кто считает договор с коровой, договором? Ну, если сегодня можно почесать ее за ухо, можно даже там вообще-то погладить, там и вообще-то завтра ее зарежем. И то, что она думала, что она нам друг, это уж извините. Кролики думали, что у них это романтика и любовь, оказывается, их просто разводили. Поэтому их отношение к Восточной Европе и особенно к так называемым условным славянам, почему условные, сейчас не буду обсуждать, это другой чисто академический, научный, скажем так, вопрос, тоже с документалистикой из доказательства, условные славян, они для них не до людей и никогда не были и не будут другими. Они станут другими только если они станут частью их наций, их народов, их налогоплательщиков и частью их конструктов. 6 миллионов поляков после Второй мировой войны мигрировали в Америку и, соответственно, эти поляки, которые в Америку, они, соответственно, Збигнев-Жижинский, это вообще-то один из диригентов, архитекторов того, что произошло всей второй половины XX века. Так что, если он там, то да, а если там какой-то Войчих Ярузевский или какой-то там, не важно, папа римский, да, может быть, потому что он римский. Вот, Иоанн Павел II, но если он остался там, Карл Войтила, какой-то там, в какой-то там Кракове, ну и что? Ничего, поляк ведь. Да, да, вы правы. На самом деле, есть над чем задуматься. Пламя, мы поставим три точки, это то, что мы обсуждаем. У нас станет это прилететь. Да, это глубокие вопросы, и мне очень приятно с вами контактировать, вы очень интересны. Очень мне приятно иметь с вами дело, буду надеяться на вашу благословность в ближайшее будущее. Пламен Пасков сегодня был гостем канала Дики Лайв. Я очень благодарю вас, жму вашу руку. Спасибо, что нашли время. Спасибо и вам, уважаемые зрители, что были с нами. Я думаю, что то, что мы сегодня обсудили, дало вам какие-то ориентиры, и это будет почва или основа или пищи для ваших раздумий по поводу нашей ситуации и не только украинской, но и мировой конструкции, которую мы попытались разложить и поставить все точки над «и». Напомню, что сегодня гостем канала Дики Лайву Пламен Пасков болгарский политический эксперт. Меня зовут Виталий Дики. Подписывайтесь на мой канал, это правило хорошего тона. И встретимся через небольшой промежуток времени. Не теряйте оптимизма с большим уважением Виталий Дики. До встречи. Выключите телевизор, включите мозги, включите здравый смысл и все приложится. До встречи. Абсолютно разделяю. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.